Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Максимальное погружение. Павел Молков отчитался о проделанном перед депутатами Рязанской областной думы. Родостимуляция. Социальный фонд рассказал о финансовой поддержке молодым мамам. Федеральная повестка во многом опередила работу регионального правительства в прошлом году. Это поддержка участников СВО и их семей, помощь новым территориям, обеспечение технологического суверенитета, развития промышленности и сельского хозяйства. С этого начал свой первый отчет перед депутатами Рязанской областной думы губернатор Павел Молков. Проведение специальной военной операции он вообще назвал событием года, которое стало одним из ключевых факторов изменений в работе властей. Этот отчет формально пусть и назывался годовым, но по сути времени на кардинальную смену подходов у Павла Молкова было меньше. Он в Рязанской области только с мая. Впрочем, ключевые изменения в регионе, которые были и еще будут, напрямую сегодня связаны со скоростью принятия решения. А еще от максимального погружения в решение всех вопросов. Главное событие года, по словам Павла Молкова, проведение специальной военной операции. Мы гордимся каждым бойцом из Рязанской области. И наш долг, наши обязанности – это оказывать всю возможную, всю необходимую помощь военным и их семьям. У нас была оперативно разработана комплексная система мер поддержки, выплаты, налоговые, социальные льготы. За каждой семьей закреплен куратор. И вот тоже благодарю депутатов за участие и за активную поддержку соответствующих законов. Особенно благодарю за оперативность при их принятии, потому что сегодня скорость принятия решений значит очень много. В прошлом году, несмотря на сложную ситуацию в экономике, в том числе санкции, Рязанская область вышла в плюс. При этом поддержка региона федеральным центром, по словам губернатора, беспрецедентна. Финансовая помощь федерации сегодня такая, какую регион еще никогда не видел. Вот только на национальные проекты выделены 27 миллиардов рублей. В 2022 году рост больше, чем на четверть по сравнению с предыдущим 2021 годом. Из них порядка 12 миллиардов – это средства федерального бюджета. Креальный сектор экономики сохранил устойчивость, продолжает развитие. Рост главного регионального продукта в прошлом году оценивается в 101,1%. Среднемесячная зарплата составила 45 300 рублей. Это на 11,7% больше, чем годом ранее. Сохранилась и стабильность на рынке труда. Уровень безработицы в течение года не превышал 0,7%. На конец декабря снизился даже до 0,6%. И сегодня-то скорее можно говорить о дефиците рабочих рук, чем о безработице. В экономику региона, по словам Павла Малкова, уже инвестировано почти 93,5 миллиарда рублей. Но даже эти цифры еще не окончательны. Губернатор отметил серьезные показатели роста в сфере промышленности, которая составляет основу экономики области. Индекс промпроизводства по прошлому году составил 109,2%. Это второе место по ЦФО и девятое место по России. Павел Малков отметил работу Центра поддержки экспорта, который по итогам прошлого года вошел в десятку лидеров в России. Еще очень важное событие – это создание в регионе аэрокосмической инновационной долины. Но опять же, здесь мало просто объявить о создании. Это несложно. А на самом деле сложно наполнить ее реальным смыслом. Вот сейчас у нас уже более 50 высокотехнологичных компаний выразили готовность стать резидентами. С 14 уже заключены соглашения. А это работа в сфере аэрокосмических, биомедицинских, информационных технологий, электроника, радиотехника. Вот это на самом деле есть практическое исполнение поручения президента по ускоренному развитию и обеспечению технологического суверенитета. В сельском хозяйстве регион активно использует меры господдержки. Индекс производительности – 116%. По темпам роста Рязанская область на первом месте в округе и на 16-м в целом по стране. Есть успехи и в системе здравоохранения. В прошлом году на нее было направлено почти 16 миллиардов рублей. В регионе построено 14 ФАПов, одна врачебная амбулатория, проведен капремон 33 объектов. Серьезно переоснастили перинатальный центр. И это привело к нужным результатам по самой резонансной теме. Главный конечный результат для нас – это не сохранение на каком-то одном этапе беременности, а живой и здоровый ребенок. На это должна быть нацелена вся система. Нужно учитывать все аспекты. Но результат – вот уже сейчас младенческая смертность снизилась за предельных 10,4 промилле в середине прошлого года до 4,9 промилле. Это текущая цифра скользящая. Будем работать и дальше над ее снижением. В системе образования 19 школ региона отремонтировали капитально. Началось строительство школы-интерната в Шацком районе. В область прибыли 55 новых школьных автобусов. Сейчас как раз есть огромная поддержка на федеральном уровне. Благодаря решениям президента реализуются нацпроекты. И это шанс сдвинуть множество застаревших проблем по всей области. Сегодня мы ускоряем все управленческие процессы, подчеркнул Павел Малков. Наша задача – сделать регион по-настоящему благоустроенным и комфортным. Легко и просто не будет. Но, уверен губернатор, все вместе мы справимся. А вот как прокомментировали отчет Павла Малкова, общественники и представители фракций в областной доме. Очень четко прослеживаются тенденции по более эффективной работе с федеральным центром. Видим, сколько средств, какие объекты, какие новые направления сегодня стали финансироваться из федерального центра. Ну, взять, например, замену нашего автопарка и общественного транспорта. Плюс коммунальная техника. И заканчивая работой с муниципалитетом. Очень уникальные показатели. Уникальные показатели по росту промышленности, по аграриям. Это действительно на сегодняшний момент в режиме такой обстановки очень эффективно и очень значимо. И вообще хотелось бы отметить, что по нашей линии, по поддержке бизнеса, достаточно понятные и правильные решения. Вот об этом сегодня в большинстве с вами было сказано. Отрадно, что поддержка семей с детьми, молодежи, это не только повестка федерального уровня, но и регионального. При этом у нас в регионе реализация национальных проектов в сфере поддержки детства, семей с детьми идет динамично. И уже введены дополнительные меры поддержки семей с детьми. И один из первых документов, кстати, который подписал Павел Викторович Малков, вступив в должность, это была наша организованная нами концепция комплексной безопасности детства, которая направлена на сохранение детских жизней, снижение детского травматизма и гибели. Наша партия сегодня задала те вопросы, с которыми больше всего обращались к нам в последнее время наши жители Рязанской области. Первый вопрос касался Солочинского моста. То есть, понятное дело, что в каком-то обозримом, надеемся, недалеком будущем будет построен новый мост. Об этом губернатор, кстати, упомянул, что уже докладывал президенту Российской Федерации, и тот его поддержал. Но, однако, всегда остается вопрос с тем, что делать и как поддерживать наш нынешний мост. Губернатор Павел Викторович заверил, что все будет в порядке, то есть он лично следит за этим вопросом, и будут поддерживать его столько, сколько будет нужно, а конкретно до того момента, пока не будет построен новый. В Рязанской области с начала года единое пособие уже выплатили родителям 12 тысяч детей и 248 беременным женщинам. С момента старта перечислений социальный фонд направил семьям более 150 миллионов рублей. Однако пособие полагается и женщинам на ранней стадии беременности. Единое пособие будут получать больше 700 женщин, которые встали на учет на ранних сроках беременности. При этом общая сумма выплат составит больше 16 миллионов рублей. С введением единого пособия максимальный размер выплат для беременных женщин увеличился и теперь составляет 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в нашем регионе. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается трудовая занятость и либо объективные причины ее отсутствия. Чтобы получить выплату, необходимо подать электронное заявление через портал государственных услуг, либо обратиться в клиентскую службу отделения социального фонда Паризанской области или МФЦ региона. Первым делом пройдет оценка нуждаемости. Ее рассчитывают за 12 месяцев. Как раз последним в этом календарном году будет месяц, предшествующий месяцу подачи заявления. Например, если заявление подадут в январе 23-го, то доход будут считать с декабря 21-го по ноябрь 22-го. Доход будет учитываться семейный, а в это понятие входит супруг и супруга, а также их несовершеннолетние дети, плюс дети под опекой и дети до 23-х лет, которые учатся на очном отделении. В Рязани области сумма варьируется от 6900 рублей до 13900. При этом социальный фонд сам запросит необходимые документы в рамках межведомственного взаимодействия из соответствующих органов и организаций. Спонсор ежедневной информационной программы «День города» является выставка продажи «Икра и рыба Камчатская». Вкусные и свежие продукты к вашему столу. Все это можно приобрести у торгового центра «Премьер». Рязанские полицейские задержали очередных закладчиков. Злоумышленники – два иностранных гражданина. В Рязань приехали с конкретной целью – бесконтактное распространение героина. Это вещество, похожее на тертый лук – героин, говорят эксперты. Всего мешочков с таким луком тут больше 30. Суммарно это 190 граммов. Изъяли их у иностранных гостей. В ходе реализации оперативной информации сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ОМВД при содействии коллег из отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции и силовой поддержки сотрудников отряда специального назначения «Гром» на въезде в Рязань заблокировали легковой автомобиль, в котором передвигались двое 20-летних жителей одной из стран Средней Азии, проживавших в Нижнем Новгороде. По имевшимся у оперативников сведениям, иностранцы были причастны к наркоторговле. В ходе работы с задержанными информация полностью подтвердилась. Полицейские рассказали, что иностранцев этих кураторы отправили в Рязань. Для конспирации ребята даже ехали без наркотиков. Их они должны были забрать в городе из тайников закладок. На улицах Новоселов и Тимаково для них оставили два больших пакета. За ночь иностранцам предстояло расфасовать все в маленькие свертки. А затем уехать. Вот только уехать они не успели. В настоящий момент следственным отделом ОМВД России по Октябрьскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Фигуранты уголовного дела заключены под стражу. Расследование продолжается. Сотрудники полиции устанавливают сообщников злоумышленников и каналы поступления героина в регион. Икра и рыба Камчатская снова в Рязани, возле торгового центра «Премьер». Полюбившаяся всем рязанцам продукция за свежесть, качество и превосходный вкус каждый месяц в нашем городе. И вот снова возможность приобрести деликатесы. В межсезонье – период сложный для здоровья. К тому же у многих людей сейчас время поста. За счет каких продуктов питания можно восполнить недостающие в этот период витамины и полезные микроэлементы. В этом случае рыба – неотъемлемый рацион домашнего меню. Вот только найти свежую и полезную рыбу непросто. Рыбная продукция из Камчатки в очередной раз становится спасением для горожан. Между прочим, они все дают на пробу. Буквально все. Белорыбица, нерка, чавыча, выловленные в Камчатских водах, богатые полезными для организма микроэлементами. В фаворитах у большинства покупателей – чавыча. Вкусная и полезная – вот главные критерии для покупателей. Я купила икру, купила чавыча слабосоленую. Первый раз здесь? Нет, я всегда хожу на эту выставку. Очень вкусно и нравится. Хожу уже постоянно. У чавыча очень высокие кулинарные качества. В мясе этой рыбы много витаминов. Кроме витаминов, много в ней и нужных для человеческого организма микроэлементов. Фтор, калий, магний, натрий, хром, кальций, цинк и многое другое. На 100 грамм мяса содержится до 20 граммов протеина. Есть в этом продукте омега-3, что тоже очень важно для человека. У чавыча легко усваивается как само мясо, так и икра рыбы. Мясо этой красной рыбы нежирное по сравнению с мясом других лососевых рыб и поэтому легко усваивается. Очень хорошая и вкусная рыба. Нравится она мне по вкусу и всего. Если постоянно употреблять мясо чавыча, можно поддерживать сосуды в тонусе, снизить риск заболевания слабоумием, тромбозом, улучшится кровообращение, предупреждаются заболевания нервной системы, укрепляются кости. Поэтому рекомендуется употреблять мясо чавыча в больших количествах. Тем более, из этой красной рыбы можно приготовить столько вкуснейших блюд. А на выставке продажи возле торгового центра «Премьер» вы можете приобрести слабосоленую и копченую рыбку. Рыбу коптят на натуральных опилках – ольхи, вишни или яблони. Тем самым в ней сохраняются полезные кислоты омега-3 и витамины А, Д, Е, необходимые в пору весеннего витаминоза. По соседству искрящиеся зерна натуральной красной икры. Подобрать деликатес по вкусу горожане могут на выставке продажи икра и рыбы «Камчатская» возле торгового центра «Премьер» до 1 апреля включительно. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 27 марта по 1 апреля. ТЦ «Премьер». Лечение варикозы вен лазером на современном оборудовании. Лазерная операция не требует госпитализации. Отличается быстрым восстановлением и хорошим косметическим эффектом. Все процедуры выполняются опытным флебологом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин